Партнер программы салон-отелье классических итальянских костюмов Марка Биантония на Карло Липнихта 71, телефон 295-777. 13 часов и 6 минут в Кирове продолжается программа Дневной разворот, идущая на своих местах Дарита Пузлеева. Мы немножко забыли еще про одну тему, которую хотели бы обсудить ближе к концу этого часа. Как известно, в регионе идет полным ходом подготовка к 650-летию, и буквально от самых первых дней подготовки или недель подготовки стало известно о том, что кировские предприниматели, общественники, обучающие организации смогут показать себя и свой потенциал в столице. В рамках выставки достижений народного хозяйства, то есть павильон будет специальный, ВДНХ, и, кроме того, будет проходить масштабное мероприятие в виде выставки форума «Россия». Она стартует в ноябре этого года, и вот уже в Кирове начинаются организационные собрания по поводу того, чтобы рассказать потенциальным участникам этих мероприятий, а как, а что они могут там представить. И этой информацией по телефону ближе к концу этого часа с нами поделится руководитель дирекции по организации 650-летия Кирова Алексей Чепцов. Ну, а теперь та тема, которую мы анонсировали в первом часе. Любопытная идея возникла в стенах областного законодательного собрания поощрять жителей Кировской области за долгое совместное проживание в официально зарегистрированном браке. Речь идет от 50 лет, да, 50, 60 и 70 лет. Сейчас будем активно это все обсуждать и предстаем нашего гостя, одного из авторов этого законопроекта. Да, Владимир Панарев у нас в гостях, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению ЗАГС Собрания Кировской области. Владимир Александрович, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Ну, начнем, естественно, с вопросов, да, как вообще возникла эта идея, почему решили этой теме внимания уделить. Ну, вот я до начала передачи вам сказал о том, что я эту инициативу лично слышал от пожилой жительницы нашего города. В прошлом году в рамках программы «Народное мнение» я регулярно выходил, делал опросы, видеоопросы. И вот в один из таких выходов на театральной площади мне попалась навстречу пожилая кировчанка. А, тогда губернатор Соколов у нас только-только начинал первые шаги. На поприще, да, губернатора Кировской области. И я спросил, спрашивал, вернее, всех, что бы вы пожелали, на что обратить внимание в первую очередь, на угламе региона. И вот эта женщина так призадумалась на несколько секунд и сказала, а вот в других регионах, например, есть выплаты за 50 лет брака, за золотую свадьбу. Почему бы у нас такие в регионе выплаты не вести? Так что, ну вот, судя хотя бы по одному ответу, запрос на реализацию инициативы есть. Ну, давайте разбираться. Владимир Александрович, как пришли к такой идее? На самом деле, идея возникла не в этом году, а довольно-таки давно. Просто, как ее систематизировать и подойти к этому, это целая история была. На встречах с избирателями, общаясь, выезжая в районы Кировской области, очень часто встречались вот такие супружеские пары пожилые. И всегда интересно, ну, уже в России отмечают 50 лет, говорят, что это золотая свадьба. И вот сколько прожили супруги, и есть и 50 лет, и 60 лет, и они такие активные, бодрые, жизнерадостные. И возникла история, почему бы их не поощрять каким-то образом. После этого, естественно, была проанализирована практика, которая у нас имеется в регионах, и порядка 15 регионов, на самом деле, да. Ну, вот я видел уже эту информацию, что есть. Они уже таким образом поощряют, так скажем, долгожителей в браке. На самом деле, везде и суммы поощрения, и методы поощрения абсолютно разные. Мы пришли к тому, что это будет в настоящее время 10 тысяч рублей за 50, за 60 и за 70 лет совместной жизни. Одинаковая сумма. Одинаковая абсолютно сумма, да. Есть регионы, где это варьируется, но у нас пока нет понимания масштабности данного проекта. То есть, сколько у нас людей будет претендовать на это? Да, у нас есть статистика с 2019 года, согласно которой порядка 30 семей ежегодно, в общей сложности, да, обращаются по Кировской области для того, чтобы торжественно через органы ЗАГСа их поощрили благодарственным письмом. Да, ну мы знаем, да, Министерство юстиции нашего региона, оно же, собственно, заведует этим хозяйством ЗАГС, да, и торжественное бракосочетание, ну, вернее, как-то назвать, вторая серия, вторая серия официального брака, она вот в честь 50-летия устраивается. Там вручаются какие-то подарки уже пожилым жителям, соответственно. То есть, вы примерно из этих показателей сходили? Да, исходя из этих показателей, мы рассчитали, добавили плюсом 10 человек, вот, и в нашем финансовом... На всякий случай? На всякий случай, а вдруг их больше. В нашем финансовом обосновании было 40 супружеских планов. То есть, на самом деле, мы не знаем, потому что 50 лет назад компьютеров не существовало, и базы все архивные, как правило, и очень сложно понять, сколько действительно люди прожили в браке. Кроме того, ведь у нас еще есть там определенные условия, да, то есть, граждане должны прожить на территории Кировской области последние 10 лет. Это одно из условий. И еще одно условие, это... Именно последние? Последние 10 лет, да. Не просто там в начале где-то, а последние 10 лет. Не прожить, а быть зарегистрированным, да, в одном из населенных пунктов. Совершенно верно. И еще одно из условий, их брак не должен расторгаться. Ни по суду, ни добровольно, никоим образом. В течение всего периода совместной жизни. Угу. Ну, есть же случаи, когда люди развелись, потом снова, собственно, возобновили свои отношения. Есть люди, когда разводятся по бюрократическим причинам. А это, наверное, основная масса сейчас людей разводится. Стремясь получить те или иные, да, какие-то преференции, помощь. Ну, по разным причинам. Ну, в общем, люди продолжают жить в браке, да, но вот юридически уже друг другу супругами не являются. А сколько людей живет вне брака, да? Вот, соответственно, они не смогут претендовать на это. Совершенно верно. Выплата будет носить, насколько мы поняли, заявительный характер. То есть, если человек не обратился, то, увы, ничего не получит. Да, исключительно заявительный характер. Причем с заявлением может обратиться любой из супругов, и выплата одна на двоих. Ну, как в Москве, вот, да, я тебе приводил пример. В Москве, вот, мы, когда анонсировали эту тему, я посмотрел актуальные данные, порядка 25 тысяч рублей на одного супруга, если они прожили 50 лет. Это московские мерки. Но у них там выплата индексируется через каждые пять лет. 50 лет 25 тысяч. То есть, чем дольше живете, тем денег больше. 55 лет, 31, 32 тысячи, ну, и вот примерно так, плюс 6, плюс 7 тысяч каждый раз накидывается. Рассматривали такой вариант? На самом деле, в одном из регионов была очень, вот, самая, наверное, такая интересная история, там, на 50 тысяч, 50 тысяч за 50 лет, 60 тысяч за 60, 70, соответственно, за 70. Это уже интересная история. Интересная история. Она просуществовала в регионе не очень долго. Впоследствии они перешли на 10 тысяч. Скорее всего, это все-таки связано с большими расходами. Бюджет не потянул юбиляров. Но, с другой стороны, это же значит, что много крепких пар у нас. Это плюс. Ну, да. В какой-то степени. А вот смотрите, да, Владимир Александрович, а как, возможно ли решение вот этих вот проблем, как вот вы правильно заметили, что, ну, ладно, там, 50 лет назад, особенно, наверное, с теми, кто 60-70, особенно люди из районов. Действительно, ведь много же таких историй бывает, что люди рассказывают, вот, там, мои прабабушка, прадедушка, вот они кучу лет живут вместе, но у них даже свидетельства о браке нет. То есть они когда-то там, возможно, в церковной книге где-то и есть об этом запись, но, опять же, там, поднимать это все получается через архивы, да, через эти приходские книги. Ну, то есть вот эту работу придется все людям проворачивать, да, чтобы доказать, что... Да, да, на самом деле так и получается. Это очень сложно, потому что есть и архивы, которые не сохранились, как правильно вы заметили, и, скорее всего, здесь уже будет невозможно доказать, там, ни свидетельскими показаниями, никак. Либо люди переезжали, да, с места на место, утеряли там документы свои. И архивы оказывались в другом регионе, да, потому что регионы делились, там, чаще какие-то районы уходили в другие регионы, и приходится запрашивать архивные документы уже не по месту, скажем так, прописки, да. Ну, вот есть такие сложности, конечно. Ну, тема, на самом деле, не новая, да, и на уровне государственной думы она неоднократно поднималась. Вот ваши коллеги из фракции ЛДПР, я читаю новость от мая, от начала мая этого года, они предлагали такие выплаты установить, начиная с 20-летия брака, вот, то есть вот чуть пораньше. И вы сказали, что совсем недавно еще была инициатива на федеральном уровне с земельными участками, да, поощрять? Да, совершенно верно. Слуцкий Ильин Эдуардович не так давно, где-то в начале июля, выступил с предложением за 10 лет. Ну, это еще не предложение, он просто озвучил, что было бы хорошо за 10 лет, да, совместной жизни поощрять, например, земельным участкам, для того, чтобы супружеская пара могла построить, там, жилье себе, например, или садовый участок поставить. А вот давайте сейчас подумаем все-таки в сторону уменьшения этой планки. 50 лет, это ж, как говорится, жизнь пройти не поле перейти, да, жизнь прожить не поле перейти. Меня, когда я, честно говоря, вот прочитал о вашей инициативе, меня смутил тот факт, что официальный средний возраст, средняя продолжительность жизни мужчины в Кировской области, она ниже средней по России. Она сейчас составляет порядка 65-66 лет. То есть, банально говоря, мужчина может до этой поры не дожить до 50-летия, да, то есть, представляете, ну, предположим, они поженились там 18 лет, но 18-20, то есть им должно быть уже около 70 лет. Да? Средний возраст мужчины уже не дотягивает у нас, к сожалению. Не смущает? Не смущало? Может быть, уже критику вы услышали в свой адрес? Безусловно, это смущает. Здесь нужно понимать, что любая законодательная инициатива, она очень сложна. И до проекта законопроекта и до ее принятия проходит очень много времени. Вот эта история, которую мы внесли, по моему мнению, это базовая история, которую в случае принятия можно будет каким-то образом корректировать. По результатам работы этого закона, там, первый год, может быть, два года, мы хотя бы поймем арифметику, и, исходя из этого, уже можно будет корректировать те или иные цифры. Ну, среднюю продолжительность жизни, просто для понимания, у женщин у нас в регионе это примерно на 10-12 лет больше. То есть 75-77. Но, увы, у нас такие разбросы. При этом недавно Росстат, по-моему, выдавал тоже статистику по тому, сколько проживают супруги после смерти второй половинки, и вот мужчины после смерти жены живут прям вот в разы меньше. А еще к Росстату, если вернуться, тоже перед эфиром я посмотрел, для интереса они дают статистику по Кировской области на апрель 23-го года на 1300 с небольшим зарегистрированных браков, точно так же 1700 с небольшим разводов. То есть разводов у нас больше, чем браков. Эта статистика уже, мне кажется, лет 5-то точно сохраняется, такая она стабильная почему-то. А вот узнать бы детально, при каком семейном стаже происходят эти разводы. Когда вот этот кризис, возможно, с него стоит начинать поддерживать. Недавно советник губернатора Михаил Курашин, мы с ним общались у нас в прямом эфире, он сказал, что самые такие проблемные моменты для людей, которые живут в совместном браке, это 5 и 10 лет. Да, вот такие переломные. Еще притираются, еще не могут как-то привыкнуть к друг другу. Вот их бы как-то поддержать, простимулировать. Мне кажется, переломные моменты наступают с рождением ребенка. И, соответственно, вот через сколько лет это произошло, вот тогда и пиковая нагрузка на брак, скажем так. Чем больше детей, тем она, видимо, выше эта нагрузка. Ладно, есть ли еще какие-то условия, кроме вот 10-летнего срока постоянной регистрации по месту жительства? Вот 10 лет и отсутствие сегодня его разбудок. То есть брак должен быть непрерывным. Ну вот я посмотрел в той же Москве, заявление на эту выплату принимается в МФЦ. У нас порядок, какой заявительный? Вы его продумали уже какие-то, наметили основные? Порядок прописывать в законе нецелесообразно, поэтому это как бы остается нотку правительству. А, то есть исполнительная власть, да, уже в случае принятия будет, собственно, заниматься этим. Дальнейшая судьба этого законопроекта, этого предложения, когда с коллегами вы это сможете рассмотреть? Завтра на комитете по социальным вопросам будет рассматриваться данный законопроект, если коллеги его рекомендуют для принятия. В двух чтениях, по-моему, вы сразу? Нет, мы вышли в первом чтении, то есть изначально был рассмотрен на совете законодательного собрания, да, рекомендован к рассмотрению, соответственно, сейчас у нас пройдет комитет, он будет завтра, и при положительном решении комитета будет в четверг 20-го числа рассмотрен в первом чтении законодательным собранием. И там прописана дата, да, в случае принятия это все будет действовать у нас с 1 января следующего? Да, дата вступления 1 января 2024 года. Как оценивать эти перспективы? Ну, какой-то вот в кулуарах, что называется, уже поддержку получили, что думают депутаты из других фракций? Я могу сказать, что изначально это была, так скажем, наша партийная инициатива, в последствии к ней присоединился еще один депутат из другой фракции, соответственно, инициатива приобрела масштаб межфракционный. Кроме того, имеется отзыв губернатора, я его называю условно положительным, потому что инициатива им все цело поддерживается, однако необходимо, по мнению правительства, просчитать финансово-экономическое обоснование и даны соответствующие поручения во все министерства. То есть мы его доработаем, и я считаю, что есть огромные перспективы в августе его уже принять. Ну, желание логичное, понятное, да, то есть посчитать, сколько же средств из бюджета-то потребуется. Может быть, кстати, привлечение каких-то спонсорских средств. Почему бы не предложить бизнесу, не знаю, какие-то подарки делать. Ну, просто из бюджета же где-то нужно эту денежку откуда-то перевести, да, из каких-то других статей расходов. Есть определенные организации, которые стимулируют таким образом своих бывших сотрудников. Поэтому бизнес уже вовлекается, да. Ну, кстати, вот, почитав опыт других регионов, как это у них мера реализуется, там сложности, кстати, еще возникают, когда действительно уже люди находятся, ну, уже в таком преклонном возрасте, и в физическом отношении они как-то плохо, да, могут передвигаться там и так далее, предусмотрена возможность еще и через материальную доверенность подавать на эту выплату. Вот я почитал в каких-то регионах. То есть, например, оформляется на ребенка, то есть на сына, на дочь, либо на внука, на внучку, и вот они уже пытаются взаимодействовать с органами власти, чтобы эту выплату получить. Ну, вот не исключена такая возможность. С критикой-то откровенно столкнулись? Нет? Не столкнулись? Нет. Или, возможно, опыт коллег там, да, из других регионов. Какая-то вот проблема, да, ну, вот кроме физического того, что... Критики не было, были предложения, дополнения, что вот я бы сделал это, я бы сделал то. Ну, поскольку у нас там еще будут участники радиоэфира, я думаю, что они и скажут самостоятельно. Видимо, сейчас будут предложения, да. Алена Чеснокова с нами на связи, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области. Алена, добрый день. Добрый день. Да, Алена, приветствуем вас. Вы как активная мама, многодетная мама, активная общественная деятельная, безусловно, имеете свою позицию по данному вопросу. Вот предложено у нас поощрять за долгую совместную жизнь. Начиная с 50 лет, да, вот как вы оцениваете, в первую очередь, лично, да, вот это та планка, которой бы вам хотелось достичь, да, прожить с супругом 50 лет и получить там 10 тысяч рублей. Сейчас речь идет об этом, да. Нет, ну, я, конечно, очень положительно отношусь к этому предложению. Другой вопрос. Прожить 50 лет и получив 10 тысяч рублей, это, ну, немножко, наверное, не то, к чему стоит стремиться. Я вообще считаю, что было бы неплохо поощрять даже те семьи, которые прожили значительно меньше. То есть там и 10 лет, и 20 лет, ну, какой-то любой юбилей. И как раз вот в это время у семей есть какие-то... Планы, желания что-то приобрести. Да, просто вот в 10-20 лет, когда семья жила, у них есть какие-то такие соблазны, чтобы разойтись, чтобы попробовать что-то новенькое. И вот, может быть, когда эту семью заметят, когда их поощрят, не обязательно ведь деньгами. Например, был бы, ну, неплохой такой вариант сделать курсовку. Ну, например, семья там на выходе или на какие-то там пару дней, вот непосредственно вот эта вот семья едет куда-то, ну, там, в наш санаторий. Мы убьем двух зайцев, семья побудет друг с другом, ну, то есть муж, жена, наш бюджет непосредственно деньги переведет, нашим уже санаторий, то есть санаторий будет в плюсе, и все будут счастливы. А, ну, 10 тысяч, это как бы, ну, не такие большие деньги, и, как правило, получив их, бабушка, дедушка, скорее всего, потратит их на своих детей и внуков также, а не на себя любимых. Поэтому слово соблазн там у вас такое интересное проскользнуло, да, то есть захотел муж налево сходить, а тут 10 тысяч прилетело, все, желание пропало. Вот именно не 10 тысяч, а просто какое-то обращение внимания на эту семью, что вот вы какие молодцы, вы уже достаточно долго там живете вместе, ведь 10 лет это тоже, в принципе, срок. Но еще почему я, за то, чтобы поощрить семьи, которые меньше прожили, ведь 50, 60, 70 лет может прожить семья, точнее, в браке не всегда может прожить семья не по причине развода. То есть, ну, кто-то из супругов может уйти раньше. Ну, вот мы говорили сейчас об этом, да, что у нас официальная статистика-то по продолжительности жизни, она, к сожалению, не слишком радужная. Да-да-да, вот и как бы не совсем честно получится. То есть, ну, живет там, ну, мужчина, к сожалению, у нас также по статистике живет меньше, и женщина, она бы жила с этим мужчиной, ну, вот так получилось. И соседи кого-то там поощрили, а ее нет, но это тоже обидно. То есть, это не ее вина, не семьи вот этой, вот что они там не прожили вот этот определенный уровень лет. То есть, вот, ну, просто не обязательно. Прикосите на концерт, в конце концов, вот эти же там 10-20 лет, которые прожили, пригласите на концерт какой-нибудь. Это не 10 тысяч, далеко не 10 тысяч. Ну, просто, ну, как-то обращайте внимание на семьи, чтобы они поняли, что о них кто-то думает, что они там не одни варятся в своем вот в этом, что на них обращают внимание. Им бы это было приятно. А вот, слушайте, когда похожая инициатива, ну, почему похожая? Аналогичная, наверное, просто там речь шла не о 50-ти годах, а о 20-ти. В общем, когда идея такая обсуждалась в Государственной Думе, ее, можно сказать, в штыки восприняла руководитель одного из ключевых комитетов Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Нина Астанина. Она тогда так категорично выскаживалась, что, мол, никакие выплаты, они семейные ценности в нашем государстве не укрепят. А вот что нужно воспитывать, вернее, не воспитывать, а в чем нужно создавать уверенность, это уверенность в завтрашнем дне и будущем детей. Тогда она еще уточнила, вот хорошо бы, чтобы молодым семьям жилье предоставлялось на каких-то льготных условиях, чтобы рабочие места с заработной платой, ну и так далее, и тому подобное. То есть вот подобную риторику мы слышим на протяжении последних лет. Нет, это все правильно. В этом я тоже с ней согласна, что молодые семьи тоже надо поддерживать, поддерживать в плане рождения детей. Тут немножко другой вопрос. Тут непосредственно вопрос совместной жизни мужа и жены. Детей мы здесь в данном случае не касаемся. То есть это непосредственно отношения между двумя людьми, когда на них обратят внимание, ну как бы своего рода поблагодарят их за то, что вот многие годы живут вместе, помогают друг другу, растят детей, там все остальное, это все равно приятно. Ну, знаете ведь пословица, доброе слово и кошке приятно. И не будет никогда лишним, ну масло-масляное, но в то же время не будет лишним, лишний раз обратить внимание на какую-то семью. Спасибо. Спасибо большое, Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области. Подает знаки мне звукорежиссера. То есть уже на рекламу пара? Ну, если пара, то мы сейчас обязательно уйдем. Да, с нами Владимир Панарев, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Кировской области. В течение ближайших десяти, я думаю, минут мы еще продолжим говорить на эту тему. Беседовать с деловыми людьми нам помогает салон-ателье классических итальянских костюмов Марко Би Антони на Карло Липкнехта 71. Марко Би Антони – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей. Костюмы для торжеств и выступлений. Сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам. Создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон. Услуги химчистки премиального уровня. Марко Би Антони – эстетика в каждой детали. Карло Липкнехта 71, рядом с Театральной площадью. Телефон 295-777. Давайте еще продолжим говорить, обсуждать, выслушивать мнение по поводу предложения уже не только депутатов, как мы выяснили от ЛДПР в нашем законодательном собрании. Предложение, касающееся выплат к юбилею свадьбы в нашем регионе. Выплата на уровне региона именно, да. Есть подобные меры уже в примерно 15 российских субъектов. Еще у нас, да? Да, Ольга Колесникова с нами на связи. Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Кировской области. Ольга Сергеевна, добрый день. Добрый день, плохо слышно вас. Сейчас постараемся наладить связь. Ольга Сергеевна, ну так вот по-простому, как вам идея выплачивать? Ну вот пока 10 тысяч рублей. Мы на этой сумме останавливаемся. 10 тысяч рублей на 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Ну, здесь нужно смотреть шире. Не просто вот вопрос такой очень неоднозначный. И сразу решить, конкретно сказать, что да-да, надо по 10 тысяч платить. Вот я бы, наверное, сделала немножко другое. Почему бы не этим семьям не предоставить возможность льготного посещения, скажем, санаториев? Те семьи, которые заслужили. Ведь если разобраться по большому счету, если смотреть в целом, сегодня институт семьи очень неоднородный. Молодежь привыкла жить, не расписываясь официально. Кто-то просто обвенчался. Кто-то живут долгие годы, имеют детей. Сегодня... Вроде живут, вроде не живут. Сказать, когда 50-60 лет живут совместной жизнью, молодцы, правильно. Но надо подходить к институту семьи немножко и с другой стороны. А в виде поощрения за такое многолетие супружеской жизни, конечно, я бы лучше предпочла вместо вот этого денежного, денежной этой выплаты, я бы предпочла лучше от государства, от какой-то частной компании путевку в санаторий для поправки здоровья своего. Это было бы значительно полезнее, чем вот это, ну, наподобие как взятки, что ли. Слушайте, а у меня другое предложение. Я не понимаю, почему у нас санаторий ассоциируется исключительно с людьми пожилыми? Не знаю, я была в санаторий. Мне кажется, чем человек раньше начнет эти процедуры все делать, тем он дольше протянет. Чем больше шансов дожить до юбилеев. Давайте про молодежь как-то еще поговорим. Ну, а мы что, этой десяткой, десятью тысячами мы ускорим, чтобы наши молодые семьи скорее официально вступали в брак. Тут, смотрите, на самом деле ситуация очень сложная, и многосторонне, с разной стороны к ней можно подойти. А почему именно только по десять, а почему тогда не по сто тысяч? Ну, вот пока не можем себе позволить. Вот, вот. Поэтому вот на сегодняшний момент я вот вчера, сегодня говорила со своими коллегами, знакомыми, друзьями. И в большей степени все идут от того, что институту семьи нужно учиться с более раннего возраста. И пропагандировать, наверное, молодцы те, кто прожил столько лет. Честь и хвала. Конечно. Но любое финансирование какого-то мероприятия одного повлечет за собой негатив у большего количества. Тех, кто не получил. А нам зачем это? Вот кто прожил так много, честь и хвала супругу, супруге, сходите, отдохните. У нас есть праздник в семье. Правильно? Можно почествовать их. Формы почествовать и дать возможность объявить об этом, о той или другой семье, об Ивановых, Петровых, Сидоровых. Можно рассказать по телевидению, по радио, встретиться с ними. Формы работы разные. И 8 июля у нас есть прекрасный праздник. Давайте мы будем его более активно пропагандировать. И именно к этому дню поздравлять всех, всех, кто так долго живет вместе. Не обязательно это десяткой. Ну, я понимаю, да, вы, в общем, за более масштабную работу, да, за расширение границ, разные подходы, разные методы использовать, да, каким образом можно было бы популяризировать, да, жизнь в браке, долгую жизнь в браке. Все? Да. Да. Спасибо большое. Ольга Сергеевна, спасибо большое. Ольга Колесникова, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Кировской области. Ну, кстати, смотрите, да, мне кажется, Ольга Сергеевна очень интересную идею подкинула по поводу, вот, как популяризации, да, на эти же деньги можно же снять, ну, не фильм, конечно, да, но небольшой там 5-7-минутный сюжет какой-то, видеоролик о семье, о ее жизненном пути, да, о том, как эта пара его прожила. Да, где она его начинала, где продолжала, где заканчивает, да. И, то есть, возможно, действительно, с точки зрения вот укрепления института семьи, такие истории вот жизненные, да, они бы больше какой-то выхлоп давали. У меня тут параллельно родилась идея о том, как, собственно, стимулировать людей, которые живут в незарегистрированном браке, все-таки пойти и поставить штампы в паспорта, да, бесплатно законом предусмотреть торжественное бракосочетание и, там, ресторан на 50 персон. Вот стимулировало бы это людей все-таки зарегистрировать свои отношения официально. Ну, так уж, если фантазировать. Да, еще мы сейчас одного нашего гостя услышим, да, тоже депутата ЗАГС Собрания. Дмитрий Русских, депутат ЗАГС Собрания, да, Кировской области, простите, Дмитрий Михайлович, добрый день. Добрый день, всем слушайте, он добрый день, ведущим тоже, да. Дмитрий Михайлович, да, солнечно, лето, безусловно, настроение такое немножко шутливое, вы уж простите. С нами ваш коллега в студии Владимир Панариев, один из авторов законопроекта, который предусматривает выплаты на региональном уровне за долгую жизнь в зарегистрированном браке, вот 50 лет. В совместном браке, да. Да, в совместном браке. Вы как оцениваете данную инициативу? Ну, я ее оцениваю положительно по той причине, что, в принципе, понимаете, это такие у нас люди, которые прожили 50-60, там, 70 лет, там, в браке, да, но они же могут вообще попадать в книгу Кировской области по факту того, что все-таки это очень длительный и непростой путь прожить такой период жизни в совместном там браке, да. В какую книгу, Дмитрий Михайлович? В красную. В красную? В какую книгу? А, в красную? Я думаю, что в историческую книгу Кировской области, потому что это, в общем-то, при сегодняшней, там, как бы, отношению мы посмотрим с вами сегодня, сколько у нас из браков получается потом разводов, то, в принципе, для многих молодежи это, в принципе, наверное, будет являться таким примером, когда люди, если вместе начинают жить и сходятся, они могут, как бы, прожить очень долго, счастливо и качественно. То, в данном случае, если семья столько лет прожила вместе, то и муж, и жена друг друга очень берегли, очень любили и достигли такого совместного периода жизни. Это, понимаете, что это и минимум за 70 лет, это кому 50 лет в браке, а у кого там еще больше, это вообще уже такие люди старшего возраста, которые, в общем-то, благодаря, наверное, совместной жизни смогли прожить так долго. Ну, вот смотрите, звучали, да, Дмитрий Михайлович, тоже предложения не выплачивать эти 10 тысяч рублей и заменить, например, там, на поход, на концерт куда-то, да, участвование таких вот пар или в санатории путевку, но при этом правильно заметили, да, что даже те, кто прожил 50 лет в браке, это уже как минимум 70 лет людям. И дальше, соответственно, люди старше, насколько вообще, да, физически для них будет возможно куда-то выбраться из дома, тем более поехать, я не знаю, там, на 21 день в санаторий? Ну, вы же понимаете, что в данном случае находится оптимальный вариант, потому что, в принципе, применение денежного вознаграждения всегда люди найдут. Мы сегодня не можем сказать, в каком они физическом состоянии, насколько они готовы, там, уезжать из дома или, там, пойти, там, в театр, как вы говорите, там, или, не знаю, куда, там, на концерт. А здесь, как бы, у них полная свобода действий, они сами определяют, может быть, эти люди, там, потратят деньги, там, в садах, на дачах, там, может быть, что-то купят внукам. Но это, в принципе, такой, как бы, формат, мне кажется, самый простой и элементарный. А чем-то там подгружать, я думаю, что это же только вот мы стоим в начале пути, мы еще будем обсуждать, во-первых, Владимир знает, что еще не определили, сколько, допустим, за 50-10 тысяч, там, кто 60 прожил, там, наверное, другая будет компенсация, кто 70, там еще чуть-чуть больше, то в данном варианте мы, в принципе, просто сейчас стоим во главу угла тот формат, что мы этих людей, как бы, очень уважаем, чтим, мы признательны им, что они являются таким примером для молодого поколения, и, в общем-то, это знак внимания, в первую очередь. — Ну, я бы, да, кстати, по поводу книги-то вот вы упомянули, да, я бы такую своеобразную доску почета для пар долгожителей все-таки организовал бы еще, чтобы, ну, не знаю. — Да, я думаю, что в Александровском парке у нас там есть памятник семье, то в данном случае это можно было бы где-то в парке организовать, это было бы очень интересно. — В общем, вы разделяете данную инициативу, да, вполне. — Да, я разделяю. То, что вызывает, как бы, уважение, ну, и признание, оно должно быть однозначно замечено со стороны государства, власти, для того, чтобы, ну, всегда очень важно на кого-то ориентироваться. И когда есть такие примеры, и я думаю, что в нашей области таких примеров довольно-таки очень, я думаю, что много будет, то это такой пример, что семейное счастье — это, в общем-то, основа государства вообще. — Ну, как раньше говорили, ячейка общества, счастье — это вот семья, это ячейка общества. То в данном случае мы сегодня в какой-то степени вызываем под это сомнение, и у нас очень много, на самом деле, и разводов, и гражданских браков. Ну, в принципе, наверное, это такая дань моде, но, тем не менее, мы должны видеть, что у нас есть примеры, когда люди проживают вместе долгую и счастливую жизнь. — Спасибо, Дмитрий Михайлович. Так и тянется закончить наше общение совету «До любовь» фразой. — Да, да, да. И выйти за это, да. И выйти за артики. — Да, спасибо. — Дмитрий Русских, депутат ЗАГС Собрания Кировской области, высказал свое мнение по поводу инициативы законодательной. — Я тут параллельно, краем глазом, что называется, смотрю тоже, как эта инициатива реализуется в других регионах. В регионах, вот в Калужской области, например, был создан прецедент несколько лет назад. Там пара, которая прожила 50 лет вместе, обратилась за этой выплатой спустя несколько лет, вот непосредственно не в год юбилейный в свой. Им было отказано представлять, потому что в законе было прописано, что в течение трех лет можно обратиться только лишь. Вот этот момент, наверное, тоже стоит предусмотреть. Или это уже потом, уже конкретная реализация в случае принятия будет правительством? — В настоящий момент предусмотрено, что в период действия вот этого года, юбилейного, то есть любую дату в течение юбилейного года, там с 1 января до 31 декабря. — Ну, потому что в противном случае нагрузка-то вырастет бюджетная, получается. — Да, там будет не просчитать, если в течение трех лет. — Да, да. Ну и тут в плане информации, наверное, люди пожилые, наверное, нужно будет как можно больше придавать внимание этому в информационном плане. Я имею в виду, если закон будет принят, то чтобы дети, внуки знали о том, что появилась такая возможность, да, чтобы они подсказывали своим родителям уже пожилым, что у них есть возможность получить эту выплату. — Отпускаем, да, Владимира Александровича. — Спасибо. — Владимир Панарьев, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Киевской области. — Напомним еще раз, да, комитет завтра, где вы будете рассматривать эту инициативу, и в августе на пленарном заседании инициатива будет рассмотрена. — В сентябре. — А, в сентябре. — В августе у нас выходные, как говорят. — Точно, каникулы. — Лет продолжается, да. — Спасибо всем. — Да, спасибо. Можно потихонечку покидать пределы нашей студии. Мы же с Дарьей продолжим. У нас еще одна тема на ближайшие 10 минут, очень важная, связанная с празднованием юбилея города. Это кировские предприниматели, бизнесмены, общественные организации, учебные заведения и другие. Другие. Кто эти другие? Сейчас спросим. — Другие сейчас узнаем, да. — Да, могут поучаствовать в презентации Кировской области в Москве. Во-первых, это экспозиция в павильоне рабочей и колхозницы ВДНХ. И, во-вторых, это международная выставка «Форум Россия», которая пройдет с 4 ноября этого года по почти что середину апреля следующего, 2024 года. Вот буквально завтра всех заинтересованных в участии в данных мероприятиях приглашают в центр «Мой бизнес», да? — Да, на «Динамском проезде» — 4 на втором этаже. Непонятно, правда, нужна ли какая-то предварительная регистрация, но опять же сейчас... — Надо ли платить, в конце концов, за то, чтобы быть представленным на одной из главных площадок страны? Или это все в рамках... Или это бюджетное финансирование там? Ну, сейчас вот, да, столько вопросов рождается. — Если я правильно помню, павильон нам предоставляют безвозмездно, видимо, в честь дня рождения, в честь юбилея, региону я имею в виду. — Но не только павильон предоставляют, но, видимо, еще и оборудование, да, связанное с тем, чтобы стенд организовать каким-то образом, вот, не знаю, там, заранее оформленную экспозицию показать. — Вот, интересно, как будут отбирать тех, кто сможет, да, презентовать Кировскую область конкретно в павильоне, нужно ли будет для этого проходить какие-то, я не знаю, там, жирного отбора, или это будет вопрос денег. — Соответствует требованиям каким-то, да, там, будет ли учитываться репутация предприятия, например, у нас же есть фирмы с не очень хорошей репутацией. — Ну, судя по крайней мере, по оценкам, которые там в интернете можно, да, выставлять. — Я почему замолчала, я просто слабо представляю, как бизнес с плохой репутацией приходит обсуждать, ну, вот такие вот вопросы куда-то. — А вообще нужно ли это? Юбилей-то у нашего города? В Кирове, да. — Да. Но я понимаю, что это традиция, да, и это много раз до нас тоже было, да, когда города-юбиляры, они показывают свой потенциал в столице, дабы привлечь внимание, в первую очередь, столичного бизнеса и так далее. — Опять же, да, это, возможно, задел на будущее, да, с точки зрения привлечения каких-то средств в регион, вот, с помощью таких масштабных выставок. — Ну, как можно больше, да, привлекать, и у нас инвестиционная подробная программа должна, в этом году уже должна была появиться, там, по-моему, изначально и анонсировался, и июнь этого года. — Ну, появилась же инвесткарта и инвестпортал, соответственно, программа где-то тоже там. — А, они есть все-таки, да? — Да, есть, можешь поискать, пощелкать, увлекательное занятие. — В интернете. — Алексей Чудцов с нами на связи, руководитель дирекции по организации 650-летия Кирова. Алексей Валерьевич, добрый день. — Добрый день. — Да, добрый день. — А вот задались мы тут вопросом, да, по поводу павильона работы. — Условий участия, да, какие требования. — И вообще, чем это будет отличаться, там, да, от обычных каких-то выставок, куда съезжается кировский бизнес, насколько это будет иметь какой-то послеэффект для региона. — Да, давайте я в двух словах попробую рассказать. У нашего региона планируется несколько больших презентационных мероприятий на федеральном уровне. Первое из них — в сентябре участие в медиафоруме со средствами массовой информации Российской Федерации в городе Сочи. Второе мероприятие по указу президента России пройдет с 4 ноября 23 по 12 апреля 24 на ВДНХ, на всей территории ВДНХ, но регионы будут представлены в 75-м павильоне в течение полугода. Следующее мероприятие в июне 24-го года с торжественным открытием в День защиты детей 1 июня в павильоне рабочие колхозницы. Кроме этого, у нас планируется дни Кировской области в Государственной Думе, в Совете Федерации, участие и презентация потенциала региона в следующем году на Питерском международном форуме и другие мероприятия. Вот обо всем этом мы завтра хотим подробно и поговорить с бизнесом. Кто, где, куда готов поехать, да? И что может представить? Какие требования будут предъявляться к участникам? Если желающих будет много, как их будут отбирать? И что это за круг участников? По каждому мероприятию условия участия разные, потому что разные возможности. Если мы говорим, например, о 75-м павильоне, это федеральное большое мероприятие, там будет единый, красивый стенд от Кировской области. Но в рамках данного участия, в рамках данного мероприятия будет День региона, 5 декабря 2023 года. Вот в День региона нам ВДНХ предоставляет много различных площадок, конференц-залов, сцен. И мы сейчас собираем желающих потенциальных не только бизнеса, а и культурные учреждения, образовательные, много разных программ будет. От бизнеса принимаем различные пожелания. Рабочая колхозница – совершенно другой проект. Там у нас 7 тысяч квадратных метров, шестиэтажный павильон с полезной застройкой от 2 тысяч квадратов. Плюс там хорошая для каких-то интерактивов, анимаций крыша с благоустроенной сценой. Это совершенно другие условия и другой формат. Ну, то есть туда-то как можно будет попасть? Ну, туда, наверное, всю сельхозтехнику можно будет загнать с какого-то нашего сельхозпредприятия. Да, большие крупные предприятия уже много различных предложений высказали. Например, пока планируется в рамках 5 декабря Дня региона провести Всероссийский молочный конгресс на ВДНХ от нашего большого агрохолтинга регионального. Планируются выставки потенциала и машиностроения, и сельскохозяйственных наших предприятий, химической отрасли, образования, культуры, потенциала туризма. Направлений много, и сейчас как раз мы над общей концепцией региональной работы. Ну да, да, мы понимаем, у нас же есть приоритет, вернее, не приоритетные, а ведущие предприятия, которые традиционно у нас пользуются большой известностью и популярностью. В первую очередь, видимо, они будут представлены на федеральном уровне. Да, но интересно, Алексей Валерьевич, а будет выдержано? Нет, я можно немножко поспорить, конечно, мы основа крупный бизнес, но наша задача приоритетная привлечь на федеральные площадки наш малый бизнес и социальный бизнес, в том числе производителей народных промыслов, сувенирной продукции и даже начинающих, например, туроператоров, дать им возможность продавать турпакеты в Кировскую область на федеральные площадки. Это интересный туроператор и самому региону. Ну, что, собственно, вполне себе соответствует линии на то, чтобы развивать внутренний туризм как можно активнее. Ну, вот, просто у меня, собственно, вопрос-то был, да, наши крупные предприятия, ну, в принципе, мне кажется, они на федеральном уровне достаточно известны и так, да, скажем. Вот, а то есть какие-то местные вот те же самые, да, туристические агентства, которые заинтересованы в увеличении там турпотока в Кировскую область, вот им как раз, наверное, такие истории были бы более выгодны в плане увеличения, да, даже вот оборота какого-то потока клиентов, еще чего-то. Здесь совместная работа. Когда наш малый бизнес будет стоять на одной площадке с нашим каким-то крупным, большим предприятием, это и авторитет самого субъекта МСП, да, и, конечно, привлечение к его площадке, так как на крупный бизнес все равно идут, потому что это, ну, интересная картинка, условно, которую предоставляют наши предприятия. Тем не менее, да, если желающих будет много, будет какой-то отбор, если он будет, то каким он будет? Если желающих будет много, значит, будем просить ВДНХ сделать там второй день региона. Конечно, я шучу, такого, наверное, не будет. Загадывать не будем, подождем, посмотрим, по крайней мере, если предприятий будет много, будем объединяться сферами. И предоставлять отдельную сферу туризма, отдельно сельское хозяйство, отдельно химическую отрасль, то есть не предприятиями, а сферами. Вариантов много будем решать, когда соберем всю информацию. Алексей Валерьевич, еще один вопрос, просто сформулирую, за чей счет будем гулять? За чей счет будем гулять? 75-й павильон, это региональное, так как региональное мероприятие, региональный стенд, так как идет по указу президента Российской Федерации. По рабочему колхозницу очень интересный проект, потому что мы договорились, Кировская область договорились с правительством Москвы, что нам 7 тысяч квадратных метров павильон предоставляет Москва в честь нашего юбилея на безвозмездной основе и даже без оплаты коммунальных услуг и электричества. Проезд проживания бизнеса, это обсуждается, будем смотреть, потому что бизнес может на данных площадках и заработать. Мы не только говорим про рекламную имиджевую компанию, а также там можно и торговать, торговать продуктами питания, то есть мы обеспечим электронные площадки Меркурия, ЕГИСа по напиткам. Поэтому я думаю, что для нашего бизнеса это интересно. Ну, Меркурий, ЕГИС, вы уже понимаете, о каких напитках идет речь, да, в том числе. В общем, планы масштабные. Ну, видимо, круг потенциальных участников завтрашней встречи уже известен, все уже оповещены, что называется, и готовы беседовать, обсуждать. Я думаю, что завтра мы увидим новых потенциальных участников, потому что те, кто уже крупный бизнес, изъявил желание, мы собирались. Это завтра не первая встреча. Со многими мы собирались. Мы показывали уже схемы залов, электропроводки, пожарные безопасности, все возможные регламенты по разным выставкам. То есть мы будем говорить именно про разные мероприятия. Завтра мы надеемся увидеть новых желающих, и после этого уже соберем все в единую концепцию, как Кировская область покажет себя большим нашим городам-миллионникам. И после этого мы увеличим турпоток в наш регион, о котором говорим давно. Буквально минутка-то еще. А вы как-то представите эти компании, кто отправится в Москву? Потому что неплохо бы и своим знать. То есть здесь на местном уровне будет ли опубликован список? Может, некая тоже презентация будет или что-то? Я вам больше скажу, что то, что вы спросили, однозначно ответ «да». Это все будем показывать, говорить, потому что наших надо поддерживать. Но мы сейчас, пока не обещаю, но сейчас прорабатываем вопрос об онлайн-трансляции выставки из Москвы на большом экране в Кирове. Чтобы наши жители, которые не могут побывать в Москве, могли здесь, в Кировской области, увидеть, что же происходит на площадке на ВДНХ. Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Алексей Чепцов, руководитель дирекции по организации 650-летия Кирова. Пора завершать нам уже первый разворот. Ну, есть еще немножко времени. Просто сейчас как-то я картинку представить пытаюсь. На большом экране трансляция. Здесь, в Кирове. Как Москва гуляет. Ест вятские продукты. Пьет на линский. Лимонад. Лимонад, пряники на линске, вятское молоко и так далее. Ну, так, ладно. Нет, безусловно, нужно себя показывать. Жаль, что это редко очень бывает. К сожалению. Юбилеи у нас не часто происходят. Но так или иначе, вот 650 лет на носу. Владимир Сметанин, Дарья Топузлиева. Завершаем дневной разворот. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин 777. Марко Би Антони. История вашего успеха.